И еще немного о белорусских талантах. На самом громкоголосом шоу сезона отобраны потенциальные обладатели «Фактора Бай». Позади пять пятниц телекастинга, уверенно устоять под цветом софитов, смогла сотня участников. Им Бузова, Олехно, Соседов и Серега дали шанс стать звездой. Статистика телекастингов показала право выйти на сцену. Чаще всего получали люди, хоть и не все с музыкальным образованием, но к сцене отношения имеющие. Таких больше половины. Артисты, звукорежиссеры, экономисты, поющие в ресторане, таксисты, которые преподают вокал. Эти люди чаще других и восторгали наставников. Из самых неожиданных профессий, чьи обладатели услышали заветное «да» и дали фору артистам заслуженным, слесарист Держинского района, столичный специалист по экспорту, кондитер, бармен из Москвы, прослуживший в армии 11 лет и даже начальник отдела кадров Минского автомобильного завода. Есть и имена четырех талантов, кому закрыли дорогу в тренировочный лагерь, посадив сразу на стулья. Это этап полуфинала. Они получили золотую звезду от наставников. Это начинающие артистки Ольга Краснова и Татьяна Прохоренко. За возможность петь в прямом эфире будут бороться таксист-фристайлист из России Дмитрий Бурдыка и инженер-программист и одновременно начинающий актер Иван Дятлов. Пошлю его на небо за звездочкой, конечно, все хуже может кончиться. Еще один учительный день пройдет и захочется, жить захочется. АПЛОДИСМЕНТЫ Так красиво и быстро делали комплименты словами такими. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы не вызывайте сейчас у меня абсолютно никаких эмоций. Я не вижу вообще никаких шансов для вас в нашем шоу теперь. Эту звезду сейчас я дам вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Облаком сизым облаком Ты полети к родному дому Отсюда к родному дому Я тронут невероятно. Так, конечно, никто нас здесь не покорил. Ни один участник за все эти пять дней. И, конечно, это моя звезда. В начале зимы через неделю автобусы с талантами отправятся в тренировочный лагерь. Его вписали в спортивный периметр Раубичей. Там наставники лично проверят артистов на стрессоустойчивость и профпригодность. Готовы ли конкурсанты сражаться за место в шоу-бизнесе силой? И успех только ли в платьях? Ничего не утаим уже в следующую пятницу, 2 декабря, на Беларусь-1.